Добрый вечер! В эфире время новостей. Меня зовут Виктория Малая. И вот что расскажем сегодня в выпуске. Поголосовали. Люди, которые 8 сентября не смогут прийти на избирательные участки, отдали свой голос заранее. Юбилей отметили в Иркутском предместе рабочие. 220 лет празднуют один из старейших округов областного центра. В Тулуне сегодня работает правительственная комиссия, которая оценивает ход восстановительных работ после летнего наводнения. Председатель комиссии Виталий Мутко вместе с полупредом Сергеем Миняйло и губернатором Сергеем Левченко посетили площадку в микрорайоне Угольщиков, где запланировано строительство 20 многоквартирных домов, школы и детского сада. А в микрорайоне Березовая Роща возведут 2500 индивидуальных жилых домов с участками по 15 соток. Срок окончания работ 1 октября 2020 года. Всего будет 4 компании на индивидуальном жилом строительстве, кроме МКД. В этих 4 компаниях они тоже все выдерживать будут эти нормы по минусовым температурам, по сейсмике, по ветру, по дождю и так далее. Там будет несколько видов материалов из бруса, из кирпича и газобетона. Также комиссия осмотрела шестую школу. Ей повезло больше, чем, например, 20-й, которую вообще решили не восстанавливать. На ремонт шестой школы потратили 40 миллионов рублей, закупили интерактивные доски, учебно-лабораторное оборудование. Уже восстановили три учебных кабинета, гардероб, фойе, коридор и склад пищеблока. Сделано новое поле для мини-футбола, современная площадка для воркаута. К новому учебному году готовят и детский сад «Лучий», который пострадал во время паводка. В целом ситуация, она, конечно, более, скажем, лучше, чем она была совсем недавно, потому что восстановлена вся жизнедеятельность основная населенных пунктов. Идет активная работа по запуску всех социальных объектов, прежде всего школ. Мы побывали в школах и в Октябрьском, и побывали в Нижнеудинском, и сегодня в Тулуне. Все школы, которые были подтоплены, а не детские садики, они все активными темпами восстанавливаются. Разделила поселок на три части. Река Уда после наводнения проложила новое русло в поселке Алакджер Нижнеудинского района. Сейчас там устанавливают дамбы, которые должны защитить людей от подтоплений. Там, где глубина реки была не выше колена, теперь перебраться на другой берег можно лишь на Урале. В Тафаларский поселок доставили 16 водоналивных дамб. В первую очередь устанавливать их начали в месте, где река сейчас отделяет часть Алакджера от школы. Специалисты проведут подсыпку и установят мостик, чтобы дети смогли ходить на занятия. А вот выше поселка течение реки очень сильное и установить дамбы невозможно. Поэтому там планируют провести берегоукрепление. Правда, доставить спецтехнику в Тафаларию проблематично. Добраться туда можно лишь на вертолете, а зимой по льду. Все-таки ключевой вопрос это доставка сейчас техники, которая способна начать работать в русле реки. В соответствии с этим, ну я думаю, мы буквально в пятницу после доклада Виталия Ивановича Мутко примем определенное решение, которое нам позволит эту задачу здесь реализовать. Доставить несколько единиц спецтехники, чтобы уже эту работу начать сегодня. Поскольку эта часть отделяет жителей поселка от школы, мы сейчас устанавливаем наливные дамбы, которые ограничат русло попадением воды. Потому что, несмотря на то, что она небольшая, она уже размолвала такую глубину, что грузовая техника не проходит по ним. После этого мы подсыпем эту часть, и вода прекратит, по нашему мнению, должна прекратить попадать в это место. Сейчас решают вопрос о возвращении реки Уды в прежнее русло. Для этого нужно провести изыскательные работы и создать проект. Основную часть мероприятий по защите жителей Элокджера от наводнений проведут в следующем году. Пострадавшие от наводнения в Тулуне начинают заселяться в новые дома. Это семьи, которые подали заявление на компенсацию сразу после спада большой воды. Свидетельство на покупку жилья позволяло выбрать квартиру в любом городе страны, но многие остались на малой родине. История тулунчанки, которая потеряла все в одночасье и начала жизнь с нуля в нашем сюжете. Посмотрите, пройдемте в наш дом новый. Недавно совсем заехали, еще не обустроились. Незапланированное, но теперь уже долгожданное новоселье. Многодетная мама Виктория Лихачева спустя два месяца после наводнения переезжает в новое жилье. В числе первых женщина получила свидетельство на покупку жилплощади и решила остаться в своем городе. Говорит, первое время думала перебраться в Нижнеудинск. Там живут родственники. Но все-таки родное место не отпустило. Новый дом светлый, просторный и благоустроенный. Здесь есть электричество, отопление и санузел. Он благоустроенный дом. В первую очередь, это вода. Потому что у нас там вода на Эмкайре, хоть и речка рядом, но ее не будешь с речки пить эту воду. Дефицитная вода. Мы ее покупали. Раз в неделю нам ее возили воду. Как-то вот то, что вода. Да и центр, город рядом. Школа рядом. Там детский сад. Последние два месяца Виктория жила у родственников и знакомых. Рассказывает, дом выбирала долго. Цены в Тулуне после прихода большой воды буквально взлетели вверх. Раньше однокомнатная квартира стоила около 700 тысяч. Сейчас в районе двух миллионов. Но компромиссный вариант найти удалось. В сумму, указанную в свидетельстве, уложились полностью. На выданные отдельно в 100 тысяч рублей удалось купить мебель и бытовую технику. Сейчас на том месте, где стоял дом женщины, пустырь. Строение вырвало с корнем и унесло потоком воды. И даже спустя два месяца женщина не может вспоминать об этом без слез. Толя с Катей стоим с ними, разговариваем. Толя говорит, какой Вика у тебя крепкий дом стоит. Вообще я столько наводнений перетерпел. Ну и все. А потом минут 10-15 буквально проходит дом вокруг своей, я себе оборачиваюсь и попрошу. Там столько реально слез было пролитых. Но самое сложное, по словам Виктории, позади. Сейчас эмоции вытесняют уже другие хлопоты. Обустройство новых комнат, завоз мебели, большой огород. Он достался женщине от прежних хозяев. Так что большая семья в этом году без урожая не останется. Виктория Малая. Новости сейчас. Виктория Малая. Новости сейчас. Виктория Малайкар, Европоритеты. Виктория Малайк, Саянский, Тулуне. А также 12 мэров муниципалитетов и депутатов 5 городских дум и 16 районных. Основные выборы, конечно, в областном центре. Здесь жители определяют городских парламентариях в 35 муниципальных округах. Конкуренция достаточно высокая. На одно депутатское место в среднем претендует 7 человек. Могу назвать лидеры по числу выдвинутых кандидатов. Это округ номер 6-11 кандидатов. Округ номер 12-10 кандидатов. И менее всех кандидатов у нас в настоящий момент в бюллетене по округу номер 30. Это 4 кандидата. Рабочему 220 лет. Это предместие в Правобережном округе, одно из старейших в Иркутске. Отметили юбилей широко. На стадионе «Динамо» праздник открыла интерактивная программа для детей – танцевальные флешмобы. Для жителей организовали фестиваль кваса, конкурсы, лотерею, подготовили кулинарные мастер-классы. В программе мероприятий учли пожелания как взрослых, так и самых маленьких иркутян, чтобы каждому было интересно, независимо от возраста. Кроме этого, на стадионе развернули зону отдыха с настольными играми. Поздравил жителей рабочего мэр Иркутска Дмитрий Берников. Сегодня мы предлагаем по возможности все усилия к тому, чтобы этот район развивался. Посмотрите, несколько лет назад мы построили новый блок 66-й школы. Проектируем здесь самый большой муниципальный ледовый дворец, который здесь будет на улице Ленской расположен. Ремонтируем дороги и будем продолжать это делать. И, конечно же, я думаю, что впереди у этого района, с его славной историей, такое же славное будущее. Всех еще раз поздравляю, счастья всем и успехов. И смотрите во второй части выпуска. Марш-бросок, огневой рубеж и штурм высотки в Иркутске сегодня прошли самые сложные испытания для бойцов на ношение крапового берета. Любительский турнир по мини-футболу стартовал в областном центре. Команды приехали из разных уголков региона и даже России. Первый этап реконструкции завершен в аэропорту Устилимска. Смотрите наш специальный репортаж сразу после выпуска новостей. Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Федорова. Уважаем прошлое, дорожим настоящим, верим в будущее. 30 лет на благо людей. Главное книжное событие Восточной Сибири. Иркутский международный книжный фестиваль. С 30 августа по 1 сентября. Творец спорта Труд. Вход свободный. Организаторы фестиваля Фонд «Польное дело» и Ассоциация Межрегиональная Федерация Чтения. Сегодня под Иркутском завершились экзамены на правоношение крапового берета. Из 32 вышедших на старт в финале выстояли 6 бойцов. Это представители Красноярского и Камчатского краев Республики Хакасии, Малоненецкого автономного округа, Мурбанское и Новосибирское областей. Иркутяне в этом году не участвовали. О том, как заветная мечта, становится явью наш следующий репортаж. После 12-километрового марш-броска бойцы уже приходят измотанные, а это только начало. По горам, болотам и рекам, мокрые по пояс. Высокая вода добавляет трудностей. Под выстрелами и взрывами проходят полосу препятствий, при этом выверяя буквально каждый шаг. Малейшая ошибка может стоить слишком дорого. Одна мишень идет не в зачет. Время 20 секунд. Упражнение понятно. Внимание, теперь направление. На огневой рубеж из 32 стартовавших пришли лишь 11. Следующее испытание – стрельба из автомата и пистолета. После грязи и дыма максимально быстро собраться и сосредоточиться не так легко. Тем более, что на передышку не дают ни секунды. Тяжело, погода. С одной стороны, вроде хорошо, что солнышко, а с другой стороны, тяжело, конечно. Было бы попрохладнее, и бетишки, может быть, и побольше пришли бы сюда. Но для того, чтобы сюда попасть, это вообще надо сначала быть хорошим сотрудником. То есть, все на отлично сдать, все уметь. Стерженек внутри должен быть стальной, потому что решиться на это не каждый решится. А если решился, то надо идти до конца. Экзамены на правоношение крапового берета сегодня в России проходят лишь в двух местах – у нас и в Мордовии. При этом Иркутская трасса считается одной из самых сложных в стране. А это уже штурм высотки. Из борьбы за краповый берет выбыли еще двое. После этого испытания в финал прошли шестеро. Впереди у них самый трудный этап – 12-минутный бой с четырьмя противниками. Психологически трудный. Главное – не сдаться. Из последних сил – драться. Выстоял. Сейчас легко. Семье привет. Это был путь, который я прошел длиной в жизни, сказать, путь. Я знаю, вы не первый раз. Да, это пятая сдача. Нелегко, но я не опустил руки. Я всем желаю не опускать руки, ребята, братишки. И тогда добьетесь своей цели, своей мечты. Ирина Белогривая, Александр Волков. Новости. Сейчас. 15 лет на льду свой день рождения отметил Иркутский хоккейный клуб «Байкал Энергия». Как отпраздновали юбилей и что ждет команду в новом сезоне? В репортаже Захара Семенова. Иркутянин Николай Тарасевич – болельщик со стажем. Уже много лет он ходит на матчи иркутского хоккейного клуба «Байкал Энергия». Первую игру посетил, когда команда носила свое первое название – «Локомотив». Поэтому день рождения любимого клуба для Николая – особый праздник. Ходил на «Локомотив», но было так давно, редко. В основном, как бы, так, налеты. По-настоящему стал ходить уже, где-то, 96-97 году, когда была Семскана. Чувствую то, что все-таки они займут первое место. В этом году у иркутского хоккейного клуба «Байкал Энергия» юбилей – ровно 15 лет. Праздник начали с автопробега. Генеральный спонсор «Н-Плюс Групп» и руководство клуба организовали его специально для болельщиков. В составе колонны едут и сами игроки. Один из главных принципов клуба – быть ближе к болельщикам, особенно в день рождения команды. Чтобы встретить юбилей вместе с иркутянами, помимо автопробега, руководство «Байкал Энергии» подготовило праздничный концерт. На нем болельщики смогут пообщаться с любимыми хоккеистами. Быть поближе к болельщикам. Мы открыты, мы готовы к любым начинаниям. Вот если сегодня ребята на своих машинах поехали вместе с болельщиками, это близко-близко, сейчас они придут сюда, выйдут на сцену, пройдет торжественная часть и будут здесь гулять, общаться, фотографироваться, давать автографы. Я думаю, это здорово. И в сезоне будем продолжать так же, будем открыты. Нет такого, чтобы спрятаться, закрыться. Перед началом концерта на сцену пригласили именинников – хоккеистов. Они поздравили клуб и поблагодарили болельщиков за многолетнюю поддержку. Ведь только с ней команда сможет добиться высоких результатов. Будем очень рады видеть вас на наших матчах. Приходите сами, приводите друзей, детей. Потому что без вас спорт потеряет зрелищность и красоту. Так что увидимся на хоккее. На интерактивных площадках любители спорта попробовали себя в роли хоккеистов. Для иркутян особенно важно, чтобы родной клуб приносил больше побед. По словам тренерского состава, в юбилейном сезоне «Байкал Энергия» выйдет с новыми силами. Самое оптимистическое настроение. Команда сейчас уже достаточно неплохая. Подобралась группа игроков, которая к нам влилась достаточно серьезно. Это игроки сборной России. Поэтому я думаю, что этот сезон будет достаточно хороший. 15-й сезон – он юбилейный. И хотелось бы занять достойное место в этом сезоне. Подобным образом, день рождения хоккейного клуба отмечают впервые. Благодаря компании «Энплюс Групп» сотни болельщиков приобщились к празднику. Новый сезон по хоккею с мячом стартует уже в сентябре. «Байкал Энергия» ждет иркутян на своих играх. Захар Семенов, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Отцы и дети, студенты и академики, начальники и подчиненные. Любительский турнир по мини-футболу в памяти прославленного спортивного радиокомментатора Льва Перминова стартовал в Иркутске. С каждым годом количество команд растет. В этом году их более 60. Две представляют Читу и Хабаровск. Футбол играет как ветераны турнира, так и начинающие спортсмены. Подробнее Александр Гаврилов. От Южного Байкальска до Северного Бодайбо. Такова масштабная география турнира. Прошлогодний чемпион «Ангарский Салют» твердо намерен защищать титул. Но достойную конкуренцию ангарчанам составят команды, желающие заполучить знаковый трофей для сибирского мини-футбола. Турнир хоть и любительский, но победа в нем для этих спортсменов равнозначно победе в Лиге чемпионов для европейского топ-клуба. Мы участвуем постоянно в этом турнире. Для нас это большой праздник. И подготовка происходит серьезная у нас. В турнирах участвуем всякие разные тренировки. Соответственно, пробуем. Каждый турнир имеет свою отличительную особенность. Например, прошлогодний чемпионский кубок учредил известный пианист и заядлый футбольный болельщик Денис Мацуев. В этом году лучшие спортсмены получат памятные футболки игроков сборной России. Марио Фернандеса, Илья Заахметова и Андрея Ещенко. Нынешний турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова вошел в Книгу рекордов Иркутской области. А его основатель Павел Кушкин был награжден почетной медалью имени Николая Озерова. Соревнования памяти Льва Перминова проходят в юбилейный 30-й раз. В этом году, несмотря на все трудности, погонять мяч приехали команды из Тулуна, Тайшета и Нижнеудинска. По словам организаторов, турнир объединяет любителей спорта разных поколений. Основная цель проведения этого турнира – это именно популяризация физической культуры, спорта, футбола. И возможность людям, которые, скажем так, у нас любят футбол, неравнодушны к футболу, принять участие в этих соревнованиях. Уровень соревнований ежегодно растет. Уже в следующем году в планах расширить количество игровых площадок. Соревнования завершатся 1 сентября. И, возможно, в историю свое имя впишет команда-дебютант. Александр Гаврилов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж о восстановлении аэропорта в городе Устилимск. Он не работал с начала 2000-х, а теперь это будет абсолютно новый современный летный комплекс. И к этому часу у меня вся информация. Всего хорошего. До свидания.